привет всем наши давненько на нашем youtube канале не появлялись видео с рубрикой на коротке и сегодня наконец-то мы презентуем новые выпуски у нас очень подходящий случай этот парень приехал в беларусь казалось бы обычным очередным балканским легионером но за два года он стал лидером команды стал капитаном команды а через два года уехал в японию где играл самим фернандо торресом и катился под давида вилю и так не догалович он вернулся конечно спасибо всем привет всем очень рад вас всех видит и бит назад в минске не на як твои справы хорошо как ты о видишь неплохо это был первый вопрос я только научил русский тогда все пытание откажи кали ласка як твои справа ничего не понял сейчас ничего не то есть по белорусски ты еще пока не понимаешь ничего по белорусски ничего не понимать начнем учить русская шоссе и белорусский белорусский уже какие же слова значит не было всего я знаю еще пару слов но они за уговорить серьезно по-белорусски дякуй да я знаю пасиба или ласка нет не знаю пожалуйста а пожалуйста добро да да ну неплохо на самом деле не на очень круто то что ты к нам вернулся это на самом деле классная новость потому что таких легионеров как ты в динамо не было давно чтобы вот за такое короткое время стали такими лидерами и команды это классно не на еще раз поздравляю тебя с возвращением я это не знал но спасибо ради так слышат с какими мыслями позапрошлую среду ты пересекал ворота стаек ну я нужно сказать что я был на связи с сергием Виталиевичем уже неделю две и с директорами и с юристами тогда у меня уже были мысли чтобы я вернулся в динамо для меня это ничего нового я ожидал это тогда ну просто просто был весел и рад что что вернулся ну практически в свой второй дом в каком-то интервью ты говорил то что совсем недавно то что мир это что пока еще ты в беларусь не хочешь возвращаться было над на трибуне на трибуне такой я трибуне то давал но тогда нужно поговорить с масловским или с кем-то масловский в нашем telegram канале кстати кто не подписан обязательно подписывайтесь ссылочка внизу мы опубликовали видео сразу же как только ты приехал на базу кстати почему на кухню сразу пошел серьезно там пацаны выкушали сказали давай пойди тоже покушать я пошел голодный просто это как прошла эта встреча для тебя лично не хорошо я уже знаю 80 процентов команды все мои друзья и тренеры и женщины и и пацаны тогда ну там друзья тогда все нормально все отлично все твои друзья и после того как закончилось то видео в telegram канале сказали тебе много хороших слов серьезно да ну тут а ты что не помнишь не помню а не смотрел на telegram видео чем закончилось это значит что коллектив у вас хороший дружный был очень хороший коллектив сейчас я только здесь сколько 6 7 дней тоже хороший я думаю будет еще получше но вообще вот насколько сильно поменялась атмосфера вот допустим тем же прошлым годом когда ты еще здесь был но праздник стал заметить конечно есть разница потому что есть и и новых игроков новых пацанов но в смысле в целом думают нет много просто может быть мы то где то потирали ну хорошее настроение сио мы сейчас должны вернуть это сио назад ну через неделю две три Виталийч вернулся я вернулся не знаю игруки которые были два года назад и что 50 процентов этих игроков и что сейчас в команды так да может быть просто там пару плохих результатов и и сразу там пацаны так глава вниз и все но я думаю сейчас второй круг будет получше окей к твоему возвращению мы еще вернемся сейчас же давай перенесемся на дальний восток хорошо далеко япония слушай вот ты хорват да да израиль там допустим та же хорватия например россия типичный вариант развития карьеры продолжение карьеры тем более это было вот именно развитие в твоем плане но ты выбрал японию как это слишком далеко но слишком далеко но нужно сказать что что у меня уже три или четыре друга играли в японии и еще раньше пока я играл в сплитинг тогда они уже тогда говорили что это большая разница это ну очень хорошая лига хороший уровень и все и сейчас когда у меня появился вариант пойти в японию я конечно позвонил опять одному второму другу и еще третьим другу который сейчас играет там еще там и опять все самое лучше сказали и у меня я не думал много серьезно я просто через через час я сказал да можно тогда нужно сказать что это тоже очень хороший уровень очень хороший хороший уровень жизни футбола тогда думаю вообще не было нужно много думать при этом тебе был интерес из клуба в беларуси а я уже забыла строк не надо эти вопросы но было что-то было что-то но не помню какой то серьезно забил но на самом деле в принципе все логично оставаться в беларуси когда можно попробовать свои силы там где играют когда-то лучше футболисты мира тем более там и инфраструктура стадионы болельщика зарплата я думаю тоже там было гораздо выше чем уже я помню зарплата тоже но ты в принципе делал все правильно слышали беларуси да есть еще один два клуба которые интересны не для меня но за футболистов но но просто я был в динамо это может быть сейчас обидится фанатина сейчас может быть второй клуб беларуси так репутация стадион и все можно так сказать и зачем мне сейчас ехать ну или первую или третью или четвертую команду если я уже вторую в команду лиги я не вижу смысла серьезно если бы я опять вернулся где то как и сейчас я бы вернулся в динамо это моё мнение сейчас конечно может что-то применится через три-четыре-пять лет ну это сейчас моё мнение потому что уже вторую команду в лиге у здесь был капитэн играли европу думаю нужно было сделать какой-то шаг период у меня был еще вариант из других стран ну в этом моменте я думала что что предложение заполня самое лучшее как для для футбольную жизнь так и и условий европейец едет в японию другая часть света другая культура совсем другие люди немножко боялся все таки не зачем 20 там сразу слышал что что люди хорошие что футболисты там как звезда гуляешь на улице сразу видят тебя а галович галовича а строк строк ну и там ну и тоже моя девушка например приехала приехала месяц после меня и была на стадион там автограммы с девушком фотографии с девушком но все по-другому даже вот девушка футболиста но да и шо там тако и блондина так да ну да там это так и так далее так да не там страна безопасна вообще нету никакой вопрос был то же быстро есть переводчик к каждому игроку кађдина страна да кађдина страна есть свой переводчик и ну конечно первых 5-7 дней он возле тебя все время там помогает все но после я уже все научилась и там и на поезд ехать и на автобус на машину и все так да после вообще никакой проблем не было первое что тебя удивило стране восходящего солнца когда кушаю что-то очень громко очень громко да очень громко всего всего куша так это перво я перво пришел и и завтра уже был объектом с командой ой 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 очень громко еще например получил машину через пару дней руля на правую сторону нужно быть на левую сторону так все тоже наоборот еще что так аварий не не влипал нет аварий не было не помню это что аварий крэш крэш а нет-нет-нет-нет-нет нормально все да было тяжело но нормально без аварий но да мой город восемьдесят тысяч людей и но так дороги там большое в улице широкая не было сложно в начало после если бы я ездил эти город фукока это но скоро 2 миллиона людей там чуть-чуть посложнее но 5 медленно я за рулем и все спокойно сагантосу в принципе наверно по японским меркам это такой средний клуб довольно до средний чуть чуть ниже может быть от среднего но тем не менее туда переехал фернандо торрес и про этот клуб узнал весь футбольный мир то есть ну с деньгами думаю там в порядке то есть бюджет есть хороший это такой уровень футболистов да нужно сказать что здесь может быть чуть-чуть странно но там в японии когда ты приезжаешь там нету маленького клуба там каждый клуб в своем там районе в своем городе или там здесь в минской области просто про меня знают там просто про саган знают но такова ета культура я когда говорили с фернандом он сказал что что его есть предложение в европе но не хотел больше в европу было и чикаго думаю сказал но там очень холодно может быть бил левси токио тоже и и саган тосу и и сказал ну конечно что саган дали чуть-чуть побольше деньги и лучшие условия были и сказал что что токио очень большой город там могут быть пробки может быть ну сложнее будет фернандо торрес жил в лондоне и в мадриде и токио побоялся токио не побоялся но его сейчас есть две дочки и сын жена собака каждый одних идет в интернациональную школу сына футбол две дочки гимнастика но сложно тогда выбрал так немножко спокойнее да да поспокойнее не могу не спросить как фернандо порядке очень хороший парень серьезно нужно сказать что очень хороший парень я первый раз когда пришел в раздевалку он так был спиной вообще не видел мне я сказал ну привет а нина как дела ну я не знаю как он знал мое имя может быть там директор тренер сказал о нина как дела си о там поговорили сразу может быть пол часа как ти раньше играл где раньше играл ну здесь тренер испании про тренеру про команды но все объяснил на начало и конечно каждый день все больше и больше говорили были хороши друзья и ну и думаю вчера там шалишь чуть-чуть на телефон тогда парень очень очень хороший все что нужно можно спросить что я приехал он сразу через пару дней нина хочешь там контракт с мизуно я все сделаю нина хочешь контракт с этим я все сделаю ну все все он уже тогда в японии мог делать дела любые да ну имя позволяет ну конечно что да и его уже есть и контракт с мизуно на пару лет все так да все 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 но тебе тоже дал майку торреса спасибо фернандо спасибо фернандо скажи да если что нужно у меня было 10 майк я сказал давай фернандо подпишись все без проблем 10 раз 15-20 тогда но это очень круто но хорошо а на футбольном поле он действительно в порядке конечно смотря на то что он уже возрастной футболист и заканчиваю я могу сказать что мы играем квадрат на тренировки восстановление день восстановления играешь квадрат он делает подкат хочет играть все каждый день нужно сказать что он как юрош каждый день тренажерку полтора часа раньше так руки такая рука как юроза пока нужно показать у рожда торрес легенда на торрес легенда хорош но кроме фернандо торреса в команде тоже играет классные футболисты исаак уенко воспитанник барселоны раз за барселону виктор и барба играл кальери тоже рома как вот про этих футболистов что мы и барбу очень очень хороший пацан ну просто не говорит по-английски очень много тогда все общались чуть поменьше но если где-то не говорить по-английски нет очень плохо по-английски при этом он играл в отворде а в отворде только полгода но ты знаешь там южноамериканцы так ленивые и тогда через переводчика так говорили на ужин и все оно но так гуляли вместе нет много я с Куэнком так могу сказать что были хорошие друзья если выходной гуляли били они раз в укуку били они раз там ужин больше раз но так гуляли на кофе пили после тенровок тогда с его был могу сказать хороший друг но куэнка уже не тот что был давно еще в барселоне ну все-таки чуть чуть уровень уже я могу сказать что его уровень футбола очень-очень на высокий он когда хочет все может делать нормально не хочется много проблем не могу сказать но я тебя понял да все понял но но если он хочет он все может делать серьезно хорошо но фернандо торрес да он провел в сагантосу 36 матчей и забил всего шесть голов то есть дела у него идут не так наверное когда они как думаешь почему как я понял он прошли год когда прилетел он сразу начали тренироваться и он так далее тренировался думают после атлетика на тренировался 20-30 дней сразу прилетел в шампионат и сказал что ему было очень сложно первых 7-8 туров и что там погода я жил на юги и пана а это получается влажность очень большая жарко жера 35 градусов и думаем не привлекло се первых 2 месяца и сразу эти первые дни когда я приехал разъезжал консказал на лету нужно быть аккуратно пить много воде если девушка приезжая цио что бы знали знаешь потому что он говорит у меня тоже был проблем первым месяц я вообще не привыкнулся да нужна адаптация 100% так да сразу предупредил меня и поэтому я думал первым месяц так и был потом он забил два гола и до конца больше нечего это год когда я был тренер испанец он должен быть как главный игрок играл он был был капитаном был капитаном и первые 6-7 туров мы так плохо начали шампионат и он тогда получил маленькую травму тоже порвал мышцу и пока он был травмирован убрали тренера пришел второй тренер первая тренировка пера торрес уже нет капитана команды то есть травма ему помешало ну да потому что тот же давид вилле сыграл 18 матчей 10 голов забил но были играть хорошо но и никогда играли с велим второй тур он очень быстро и что так может двигаться хорошо тогда могу сказать что он готов вот в начале интервью вот я сказал про то что не на галович катился под давида виллю да это неправда я посмотрел твой матч против команды висель кобе правильно сорок пять минут и отыграл почему только всего два единоборства было у тебя вот за тот отрезок на инстате я вот такую статистику видел я читаю игры я не катаюсь я не делал подкаты я просто читаю что не знаю нет билета такой игре иногда у тебя будет 25 едно борца иногда будет три все зависит от игры может быть и тренер там смотрели первую игру видела например пример сейчас говорю ага у их не но там нет и в хорвате который на левой стороне они чуть-чуть посильнее давай даём мяч на правую сторону так может быть например может быть просто вели удобнее там открываться на эту сторону но есть разные варианте тогда не могу сказать два единоборства и все против давида вилле как он он в порядке ну так если его было конечно тяжело если вверху конечно я сильный но внизу он еще быстрее может двигаться делать там как техника дрибуна да все 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 может идет влево потом направо потом лево потом право не знаешь куда и ты тогда играл против весель кобе андрес инъеста лукас подольский давид вилле тоже просто с ума сойти можно все чемпионы мира это был наверно один из самых памятных матчей в твоей карьере как футболиста можно так сказать да да но опять думаешь о блин да это хороший меч все нужно быть готов а уже на поле ты об этом не думаешь просто думаешь как сыграть получше как выиграть очень думаешь кто против кого играешь это место или или это кто там из из барановича ну как бы сказать тогда на поле не думаешь но тем не менее все равно но вот эти вот ребята они я думаю естественно выделяется несмотря на то что уже все в годах футболисты ну да джиньеста это же просто гений футболь я знаю но почувствовала на поле то что он гений с нами нет с нами нет с нами нет потому что играл галович да конечно куда тут с нами сказал что что вилле хорошо сыграл и не все подольский так так на месте там бегали только передача спокойно а вилле еще бегал ну давай будем откровенно все-таки наверно в японию тебя не получилось всем матче всего ты сыграл за полгода не получилось но и есть травмы и есть тренер есть ну это просто футбол я пришел как могу сказать главный защитник и первый день я приехал и пришел в раздевалку тренер меня позвал там чтобы на разговор сказал не но я вижу тебя как левый центральный защитник будешь играть каждую игру видел ты был там например капитан динамо очевидно что ты такой игрок который любит говорить там чуть чуть выше ниже я сказал да это одно од моих качествах хорошо я хочу такова игрока поэтому я тебя забрал все так все нормально открите говорили и зборах отлично прошли все играли первую игру играли хорошо нужно было забит гол тоже 9-10 минут и второе тур я уже на зборах чувствовал чуть чуть и перерыве я сказал тренер у меня серьезно мне много болит а хотели посмотреть ногу не смысл чтобы играли и получили там еще какую серьезную травму и после 2-3 месяца хорошо вообще нет проблем все будет спокойно ты делаешь становление и опять будешь играть потом я не играл три до четырнадцать недели так что то и сразу после 3 дня он мне поставил кубок проиграли у Токио 1-0 но нормально с играл и вторую игру но нужно сказать что мы уже в лиге тогда 2 или 3 подряд проиграли и шоу кубок и мне поставили сразу в лигу и можно сказать что я как виноват найти один гол и мы проиграли 1-0 и он после игры сказали пришел Нино у нас 4-6 подряд проиграли и я тебе уберу одну игру только чтобы успокоило все по тому что это тоже моя ошибка что я тебе поставил после месеца паузы сразу две игры я сказал вообще нет проблем все я с вами понимаю прекрасно и и следующую игру опять они проиграли убрали тренера а я был на заявке и пришел новый тренер был из Кореи но родился и жил в Японии ну так да практички домашни ни чего все это вообще не говорили тренеделье вообще не попали в заявку вообще не было 18 людей и после тренеделья когда что сказал тренер я бы хотел поговорить с вами я думал что я здесь могу играть и я прошел все сборы и тоже были здесь по тому что он был помощный тренер в начале он сказал хорошо будет шанс я играл одну игру в кубок через 10-15 дней вторую игру и мне один игрок пал на руку и я чувствовал чуть-чуть руку и сказал тренер мне чуть-чуть болит а он начал там ну ругаться что я сразу сыграл две хорошие игры в кубку и сразу начал у меня нету в мотивации и пиатские сказали что у меня травма но сложно и когда посмотрели там мрт видели что сериозно ну била маленькая травма я опиат одохнул три недели и вернулся на поле но больше не было шанса толку и шла один кубок и все и после тренедельи и кубка я пиат спа шел поговорить с тренером и сказал не ну я шел что-то бил я не вижу что била травма и он забрал и шла нова защитника из кореи но на аренду тоже я ну продумал если я щаснее играл и шла забрал нова защитника нету смесла бить здесь я хотела страну контракт и ну конечно найти новую команду говорили с президентом председент сказали нет шансы я хочу тебя с дес ми думаем што ти качечен игрук просто тренер щас тебе не видит эти тренер тоже и прошли год бил помощни и когда убрали итальянца тренера он тоже последних 6-7 уравновок как бы спасили команду остались в лиге и шанса опять после этого испанца он играл одну игру или две и он сказал нину не шанс нету смесла убрать тренера фанати его любят лучше идите на рем до конца года и в декабриум и опять поговорим что и как будет и так договорились и ты с удовольствием вернулся сюда конечно у меня не было ничего против динамо тогда сразу когда узнал что есть вариант для динамо сказал да можно нина расскажи про японских болельщиков это что-то невероятное да невероятно но уже два часа перед игрой они ждут тебя возле входа там пают танцуются приходишь на разбинку уже начинают они у них нету песни так динамо динамо есть просто про играка нину нину фернандо и так так да а про меня только нину галовичи и галовичи по тому что нужно быть там два три месяца чтобы там сделать хорошую песню так да ну у фернандо уже била ну там фернандо то рез анананана и вестсадион так но там все по другому ждут тебя после игры тебя ждут ты проиграл виграл сяга там давай нина фотографии фотографии а играешь не играешь я нину бил в 18 они там а нину смотри смотри нину там сразу 20 людей но Каждый игрок как звезда, если выиграешь и что лучше, так да, но все по-другому. Например, играешь домой, будет там 1000-2000 фанатов от второй команды, так да, и наши тоже, например, играли в Токио кубок в среду, очень сильный дождь, там было, например, 500 наших фанатов, так да. Да, это два часа на самолет, или пять часов на там быстрый поезд, так да, все понятно. Слушай, сколько стадион, 20 тысяч, по-моему, чем-то, 20-22 тысячи, да, и всегда полный, почти. Если нет полный, тогда 18-19-16 тысяч, зависит от какая игра или если погода позволяет или нет, но... Но учитывая, что в Тосу живет только 80 тысяч человек, это очень круто, это почти... А я сказал, есть это Фукуока, есть маленькие города возле Тосу, а они все болеют за Саган, тогда я, например, когда приехал, прилетел в Тосу, сразу должен быть делал там регистрацию для квартиры, ну, ID, все, и я пошел там, ну, это как сказать... Ну, там, где дом, где работают, ну, как полиция лишь так, там каждый человек, который работает в майке Сагана, ну, это как... Полиция? Да, ну, это или полиция, или что, не знаю, там, где работают, это регистрацию своего дома, ID делать, ну, они так делают, вместе работают, и все так возле Тоса... И, конечно, к вам они относились очень хорошо, потому что вы футболисты. Ну, конечно. Но при этом команда на восемнадцатом месте почти все проигрывает, ну, будем прямо говорить, да. Да. Как японцы переживают такие проблемы, потому что их команда не выигрывает? Как я сказал, если ты выиграешь или проиграешь, они тебе говорят на стадион всегда. Клапают все, все отлично, все нормально, давай, следующую выиграем тогда, все. Сейчас я не знаю там на Facebook, Instagram, я не понимаю, японские не знаю там, если кто то, что пишет, но на стадионе они никогда не чувствовали ничего плохого. Всегда давай, суппорт, поддержка, давай, в следующий раз будет получше, так да. Ну, ты же понимаешь, если бы здесь, не дай бог, команда бы все проигрывала бы наша. Нет, я люблю серьезно так побольше. Я люблю чувствовать иногда прессинг, давление, я люблю чувствовать, если я играю плохо или что, чтобы кто-то сказал, давай, Нино, просыпайся или что. Ну, это тоже красиво, давай, хорошо, хорошо, все отлично будет, но я люблю больше так, серьезно. Ну, как ты думаешь, вот почему такая разница? А я серьезно не знаю, может быть культура людей, может быть, не знаю, серьезно. Я вообще не знаю. Одна из твоих самых крутых фотографий, которую ты выкидывал из Японии и скидывал, это та, где вы всей командой кланитесь перед трибунами. Да, да. После проигранного матча, расскажи об этом. После проигранного матча, это после каждой, после каждой домашней игры. Но это было вот после крупного поражения, по-моему. Да, но все равно, после каждой игры ты должен, если играешь домашний мяч, после каждой трибуны один, вторая трибуна, второй раз, третий, четвертый раз. После каждой трибуны? Если играешь в гостях, тогда только возле своих фанатов, конечно. И тогда можешь в раздевалку. Это тоже как культура. Почему наши футболисты в Белоруссии иногда даже после выигрышных матчей могут сразу в раздевалку идти хорошо, если там немножко похлопают? Как ты считаешь, это культура? Ну, я не знаю. Я всегда, когда был в Динамо, мы старались всегда, ну, похлопать, конечно, фанатам. И что лучше, если мы играем на Виеза, кто-то от наших людей приехал там, конечно, что я буду поздравить их дома, конечно. Нужно сказать, что я тоже думаю в Японии, я думаю, это чуть-чуть много, но каждую трибуну там один, два, три, четыре раза, это тоже много. Но я согласен тоже, что должно похлопать, сказать спасибо всем. Ну, люди тратят свое время, тратят свои деньги, это, я думаю, нормально. Как тебе жило в Японии? У них было отличное, отличное. Тренировка была бы с утра каждый день после этого, ну, свободное время. Но там нужно сказать, что и игроки, и массажисты, и тренеры, например, если тренировка в 10 часов, то, что тренировки и люди, которые работают, должны быть два часа раньше, и игроки минимум часа. И я так, первую тренировку приехал полтора часа раньше, я хотел там показаться как я работаю и все. Но уже было там 15 людей в тренировке, это пример. 15 человек. Ну да, 10-15 людей там, кто то массажирует, кто то тренирует уже. После тренировки тоже никто не уважает так быстро. Каждый од их делит в становлении, бассейн, холодный, горечи, массаж, процедуры. Так да, там получается, если тренировка в 10 часов, а заканчиваю около 2-2.30. Так да, после этого есть или как-то и обед кофе, отдыхнешь и вечером не знаю, или прогуляешься где то или что, но жизнь и условия жизни очень хорошие. Есть много что смотреть, видеть. Так да, никогда не было скучно. Иде японская как тебе? Ну сегодня уже в каждом городе ты можешь все найти. Так и там. Ну конечно, что есть больше там азийской кухни, но все можно найти. Если бы там мы вместе сречались как манда, ну чуть-чуть побольше японское еде. Или суши, или там есть много раз там есть месо, говядина, ну выбираешь конечно. И есть маленькая такая дирка в столу и ты сам готовишь. Дирка в столу? Да, в столу, маленькая дирка и так ты сам готовишь. Там месо положишь, готовишься, повернешь и все кушаешь. Так да, это тоже, могу сказать, что такая я тоже хорошая. И что могу сказать, где там нуделсы соба, ну так как, ну нуделсы знаете, но тоже много кушают. Так да, и нужно сказать, что все кушают с палками. Драники либо суши? Ну драники, драники. Конечно. Не, не, но суши люблю не могу. Я могу покушать, но нет много, серьезно. Драники совсем другое делать, тем более в стаках у нас на базе. Да, в стаках хорошие точно. Нужно сказать женщинам, что хорошее готовят. Мой, передать им привет еще один раз, им будет приятно. Спасибо, что готовили для меня поздние три дня. Три вещи, которые тебя удивили в Японии больше всего, которые запомнили. Ну конечно, торрес это первая вещь, потому что когда я слышал, что я могу перейти в команду играть торрес, сразу по-другому думаешь. Торрес это испанец, давай чисто по-японски. А, чисто японский. Сейчас посложнее. Давай. Ну, могу сказать, что остановки для метро, для поездок очень полные, например. Очень полные. Много людей, ну не знаю, как сказать, но я и девушка гуляли, но я потерял девушку пару раз. Как много людей. Конечно, шутка, но... Хороший парень, Бортино. Ты бы задумал. Бортино, извини, но... Ссылки бауты. Нет, шутка, конечно, но очень много людей. И, например, ждешь сейчас метро или поезд, все в линии так стоят. Нет, как здесь или как в Хорватии, или где-то. Так, все, где хочешь. Просто линия так и ждешь. А ты в Минск много раз был в метро? В метро пару раз, больше с автобусом я... То есть вот эта вот разница. Хорошо, а что еще? Иены. Как тебе иены? А, нормально, ничего там особо-то. С рублями нашли попроще. Да. Гораздо попроще. А есть много, что костель, это большой костель, и в каждом городе есть пять-шесть. Тогда могут для этого сказать. Но опять... А все хорошо, не могу сказать просто одна или две вещи, что меня там очень удивились или... Ну, были у тебя какие-то странные случаи в Японии, например, с тобой случались? Странные. Нет, просто один раз неправильный поезд и пошел на другую сторону. И все? И все. Какая у тебя скучная жизнь была в Японии? Нет, не было скучная. Потому что разница большая, но... И нет много камер, которые... Я могу смотреть только на АВФ, как сказать, да? Да, да, да. Только там. Тогда это тоже плохо. Но еще больше камеры или телевизор где-то, но... Но если бы все-таки тогда зимой в декабре еще поступило конкретное предложение остаться в Динамо, ты бы остался в Динамо? Либо все-таки рассматривал бы что-то дальше? Сложный вопрос. Я не могу сказать сто процентов, что остался, а не могу сказать ни сто процентов, чтобы ушел. Для меня в Динамо я уже десять раз. Каждому человеку сказал, что для меня Динамо был топ. Я здесь чувствовал себя как дома и сейчас чувствую себя. Но просто иногда, как человек, как футболист, ты хочешь что-то побольше делать. Хочешь делать шаг период. Я люблю Динамо и все люблю. Но просто я хотел себя почувствовать на одном уровне побольше. В этом моменте я думал, что это Япония был этот шаг. Но сейчас не получилось. Но ты пришел сюда в аренду. Поэтому, кто знает, у тебя сейчас может быть еще шанс впереди. Может быть. Я еще не знаю ничего. Давай пока сосредоточимся на Минском Динамо. Правильно. 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 Впереди второй круг чемпионата. Мы пока идем не на том месте, на котором должны, понятное дело. Что ты, как бывший капитан команды, хотел бы сказать по этому поводу? Конечно, что тяжело. Но, опять, могу сказать, что Динамо всегда будет Динамо. Может быть один год где то получше, где то похуже. Но мы Динамо Минске и должны знать, что мы всегда, между первой, две или три команды в Лиге. Как репутация, как клуб, как все. Просто я думаю, и пацаны, которые раньше были здесь, я слышал от остальных, что пацаны были нормальные, игроки нормальные. Но просто иногда, я два года когда был здесь, мы все были как друзья, как братья. Ну да, как семья. Я серьезно не знаю, что они сделали здесь, как они общались с Сьо. Но я думаю, это, раньше мы были как семья и поэтому у нас был результат получше. Сейчас я вернулся опять Виталийча. Думаю, он человек, который знает свою работу и который поможет нам очень много. Да, и знает команду. Я думаю с Виталийчем и шо пара новых игроков. Я вижу последних партнеров, что они хороши. Мы можем и мы должны быть верхом. Я думаю, за два года у тебя появилось достаточно много своих болельщиков. Вот персональных, которые вот прям тебя, Нина, Нина. Много людей писал, когда ты сюда вернулся? Да, очень много. И я извиняюсь всем, что не ответил, потому что это должен быть сюрприз. И это было как тайна. Да, мы и планировали. Мы с тобой говорили с Сьо. И, конечно, и Саган Тосу и Динао попросили, чтобы оно было как тайна на концу. Саган Тосу первый там написал. Тогда должна была быть тайна на концу. Они узнали раньше, чем я тогда. Тогда не получилось. Но тогда извиняюсь с фанатами, которые писали. Но опять рад, что они писали и чувствовал себя очень хорошо тогда. Ты говорил о том, что Минск... Раньше ты говорил о том, что Минск для тебя стал большим домом даже, чем Хорватия. Это действительно ты так считаешь? Проникся ты так в Минск? Ну, могу и так сказать. Конечно. СПЛИТ – это мой дом. Это всегда будет мой дом. Но в футбольной жизни могу сказать, что Динамо – это Минск. Я серьезно с многими пацанами встречался. И хорошие друзья. И сейчас уже был на кофе с пацанами раньше. Или будут идти через пару дней. Для меня, как ты сказал, все было хорошо. И еще у нас получилось так, что первый сезон был очень хороший. Мы могли выиграть чемпионство после 11 лет. Это все... И результаты, и пацаны, и хороший город. Это все было для меня очень хорошо. И поэтому я могу сказать, что для меня это Минск как второй дом. Какие твои места любые в Минске? Ну, конечно. Кроме кофе. Кроме кофе. Нет, нет. Вы все говорите про кофе. Балканцы всегда кофе. Нет, нет, не буду. Сейчас не буду про кофе. Нет, например, я люблю центр города. Здесь, возле Динамок стадиона тоже пару хороших улиц. Ну, конечно, и кофе, но это красиво для видеть. Поэтому я с девушками здесь, где она приезжает, мы гуляем здесь где-то. У меня есть парк победы. Там иногда пару раз забрали велосипед на аренду. Там тоже катались, так да. Ну, много места. У меня тоже хорошее место в Минске арене. Там мой дом, моя квартира. Там тоже любит гулять в арене тоже много раз. Ну, арена, парк победы. Я здесь где-то в центре, возле стадиона гуляю, так да. Ну, и русский язык ты уже успел учить очень хорошо за эти два года. Думаешь? Можно будет сравнить два интервью. А, ну, это интервью ты специально там так делал. Да, да. Нет, ну, пацаны еще шутятся со мной иногда. Ну, это понятно. Как называется штука, которая, чтобы чистить зубы? Зубочистка. Не чистая зубка? Нет, не чистая зубка. Сейчас научил. Уже научился, да? Научил, научил. Какие слова ты еще путал вот так вот смешно? Здесь? Да. Кроме дебюта. А, дебют, деби. Дебил, да. Меню, меню тоже. Что еще так? Подожди. То есть раньше ты, когда приходил в кафе, говорил, дайте мне? Дайте мне, да, да. Дайте меню. Или меню, как говорили, не знаю, сейчас. Как правильно в Белоруссии? Сейчас ты... Дайте меню. А ты говорила... Дайте меню, а я дайте меню. Дайте меню. И официанка, как на тебя смотрела после этого? Что? Что? Дайте меню. А, меню. А, хорошо. Сейчас поняла. Да, да. А, не знаю что. В начале тоже, не знал, говядина, говядина. Ну, все так. Мясо, мясо, как... В начале так было. Сейчас уже все думаю получше. Картошку полюбил? Да. Ну, куда без этого вопроса? Ну, картошку люблю. Картошка из базы самая лучшая. Женщины. В стайке. В стайке, да. Ты не думал о том, чтобы получить белорусское гражданство? Нет, не думал серьезно. Не думал. Но сколько нужно быть здесь, чтобы получил так, чтобы был как домашний? Три года? Три года. Три года, да. Ты вот уже два с половиной года, считай, будешь. То есть уже, если в следующем году ты останешься в Минске, допустим, если это получится, то уже можешь быть... Как домашний, да? Да, как свой. Да. Может быть, никогда не знаешь. Да, все может быть. Посмотрим, еще есть 6 месяцев, посмотрим, что будет. Ты забил 10 голов и являешься... Случайно, случайно, случайно попал в голову. Попал в угол головы, да? Да, случайно. У меня голова так как квадрат, так не знаешь, когда куда пойдет. Привет, да, Женя Савину. 10 голов для защитника, ну, это топ цифра. Тем более, ты лучший бомбардир, легионер, защитник в истории Минского Динамо. Случайно так получилось, да? Случайно получилось так. Нужно сказать спасибо и Леке в первый год, в Рошу второй, потому что у нас есть наш язык. Иногда, если я вижу пространство, есть зона, какая слабая, я скажу, Рошу, давай там, я пойду тогда. Ну, это... Поэтому, я думал, забил 2-3 гола побольше, чем нужно было. Какой гол для тебя самый памятный? Первый, который ты забил? Я так понимаю. Так, так. Зениту хороший, так чувствовал себя хорошо, забил Зениту. Вау, Зениту. Конечно, так хорошо, я все чувствовал. Максимально полезно сыграл сейчас в окружении трех соперников. Заработал угловой на Галович. Волшебный левый, ой, Николич, волшебный левый подает. 3-0 с Галович! А вот и Галович, недаром я его перепутал с Николичем. И именно Галович после паса Николича головой отправляет мяч ворота Латыгина. Третий мяч в конце сороковой минуты. 3-0 Винска Динамо ведет у Зенита. Какое еще могу сказать? Перри, так, так. Кому я еще забил, Саня, ты знаешь? Ньоман, Брест. Ньоман, кстати, ты забивал не один раз. Слуцк. А, Ньоман, но... И здесь ты забивал, и на стадионе трактор. Ньоман здесь, потому что у нас была черная полоса. Да, и были очень сложными. Там выиграли 1-0, и опять начали чуть-чуть получше играть. Тогда это тоже хороший гол для меня был. Ты в игры перестал играть компьютерные? Нет, всегда играю. То есть вот это вот у тебя еще останется? Да, да, думаю. Откуда, из какой игры напомни всем? World of Warcraft. То есть любишь порудиться, да? Не надо это говорить. Почему? Ну все же футболисты любят свободное время, чтобы делать так. Да, ну да, это правильно. Также вот за два года, чем тебе запомнился белорусский футбол? Ну вот. Самый может быть смешный случай, я не знаю. Ну стадион смотри еще. А, ты помнишь один смешный излишай, да? Я помню много смешных, напомню про что ты хочешь сказать сейчас. Когда Фил Иванов прыгнул. Хорошо, что хоть песок был. Да, песок что-то было в стене. Было опасно. Да, но это смешный момент был. Что вы говорили тогда в раздевалке? Вот закончился матч, вы пришли в раздевалку. А просто посмотрели его в глаза и начали смеяться. Не нужно было ничего говорить. А что можно сказать? Типа, зачем, как, почему? А не, ну просто у нас нету такого зачем или как. Просто начинаешь смеяться и все. Не, ну Фил красавчик. Он веселый парень сиболи у вас в команде. Да, очень хороший парень и игрок тоже. Так да, не могу ничего сказать. Просто смешно было. Это смешный момент. И что, конечно, там шутили пару раз с Фашинским, когда он не забывал там какие-то простые моменты. Хватит, это твои голеты. Но это смешно было. Так да. Какой сложный там. Ну, можно сказать, что в Белорусском физический футбол очень много там борьбы. Пригают, бегают. Ну, такой футбол. Ну и впереди у нас второй круг. И матч за Кубок. Одна восьмая финала, кстати, уже совсем скоро. Чего ты лично ждешь от своей аренды в Минском Динамо? Какие себе цели может быть поставил, задачи? Для меня нет там больших целей. Я, конечно, хотел бы играть, что больше. Но опять, есть там тренер, есть команда. Как будет, я должен дать свой максимум. А есть там тренер, который позже скажет, кто будет играть, как будет играть и что. Ну, про команду. Я думаю, что в этом году только. Ишло эти раунду Кубка. И потом, только следующий да. Ну, конечно. Так же, что бы прошли эти раунды. А от Лиги ждут, чтобы, конечно, Кажду от игр, которые играем, С командами, которые нет в троихах, чтобы выиграли. А, конечно, с командами, с которыми играем в троихах, конечно, Мы должны прийти в каждую игру и попробовать выиграть. Но с этими командами, конечно, будет сложнее. Но с этими командами тоже, чтобы, что больше всего заработали. И на концу, чтобы, я думаю, были в троихах, потому что сейчас сложно сказать, чтобы бороться за первое место, или второе, или третье. Первое нужно прийти в троихах. Потом, если мы уже будем в троихах, тогда новый цель будет, ага, сейчас мы и троих, и второе. Сейчас мы и второе, будем первое. Но сейчас и шоу, и шоу. Есть много работы. Нужно мне шоу много работать, потому что много новых игроков. Тренеры, опять вернулись, нужно новым игрокам тоже показать и объяснить как и что делать. Тогда, первое, я бы сказал, чтобы прошли этот раунд Кубка и чтобы в каждую игру пришли не со 100%, но со 120% и с желанием, чтобы выиграли каждую игру до конца. Так, ну и пару слов нашим болельщикам. На самый конец, последний у нас остался. Например, что могу сказать? Давай, дай пример один. Что хочешь? Что могу сказать? Что ты хочешь сказать болельщикам? Я должен говорить за тебя. Да, да, да. Сио, я... Могу сказать, что... Уже раньше сказал, Динамо это Динамо. Будут и лучшие моменты, иногда чуть-чуть хуже, но будьте с нами, будьте с командой, верьте в нас. Нам много легче, когда вы с нами. И я думаю, на концу будем рады все вместе. Смотрите Динамо ТВ. Смотрите Динамо ТВ, подпишитесь как... Куда, на какой... Да, там все будет. И там и там, да. Не сделай. Все, спасибо. Спасибо, спасибо. И в конце видео мы хотели бы порадовать вас то, что у нас будет небольшой конкурс. Мы разыграем майку Нина Галовича, правда уже номер будет 26. Все-таки номер 4 у нас, к сожалению. А, 6 забрался. 44-й Коля Иванов, поэтому 26 номер на Минском Динамо. Что нужно для того, чтобы выиграть эту майку? Нужно назвать, правильно дать ответ на вопрос, какой самый памятный матч Минского Динамо для Нина Галовича за его 69 матчей, то есть за все два года, которые он провел здесь. Если вы ответите правильно, пишите в комментариях. Если несколько будет правильных ответов, мы при помощи жеребьевки определим победителя и Нина Галович лично вручит ему эту футболку. Так что участвуйте в розыгрыше и ждем вас в субботу на матче 1-8 финала Кубка Беларуси. Все на футбол! Продолжение следует... Продолжение следует...